Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас. Вот и закончились небольшие каникулы рождественские, которые брал наш канал. Мы снова в строю, и сегодня, как обычно, посредом мы читаем с вами Евангелие от Луки. Продолжаем читать дальше. Сразу хочу сказать, что мы предупреждали об уходе на каникулы. Я ставила пост на своем канале в YouTube. Проверьте свои настройки. Некоторые из вас писали мне и в соцсетях, и даже в WhatsApp, куда вы пропали, что случилось, все ли с вами в порядке. Видимо, вы почему-то не получаете уведомления о новых постах, которые я ставлю. Я иногда это делаю, когда необходимо. Так что следите за настройками вашими, включите себе уведомления. Обязательно тогда вы будете всегда в курсе, что у нас происходит. И если есть какие-то вот такие отмены или изменения в расписании, то вы сразу первыми будете об этом узнавать. Итак, сегодня мы с вами читаем дальше Евангелие от Луки. Как и раньше, мы читаем на церковно-славянском языке. Поэтому тем, кому пока трудно воспринимать этот язык на слух, могут открыть Евангелие на русском, в русском переводе, и следить за нами. Итак, мы с вами сегодня читаем девятую главу. Это будет зачало 43 и 44, а стихи с 18 по 28. Мы с вами читаем сегодня два зачала. И вы всегда моляшися един с ним беху ученицы, и вопроси их глаголя. Кагомия глаголит народе быти. Они же отвещавши Реша, Иоанна Крестителя, и ниже Илью, друзей же, яко пророк некий от древних воскресе. Речи же им, вы же, кагомия, глаголите быти. Отвещав же Петр рече Христа Божия. Он же запрещ им, повели никому же, глаголотесь его, рек, яко подобает сыну человеческому, много пострадати, и искушену быти от старец, и архиерей, и книжник, и убиену быти, и в третий день бостати. Глаголоши же ко всем, аще, кто хощет по мне идти, да отвержится себе, и возмет крест свой, и последует ми. Ижебо аще хощет душу свою спасти, погубит ю, а ижебо погубит душу свою мини ради, сей спасет ю. Чтобо пользует человек, приобрет мир весь, себе же погубив или отщитив. Ижебо аще постыдится мене и моих словес, сего сын человеческий постыдится, егда приидет во славе своей и очи и святых ангел. Глаголю же вам воистину, сотни ции от здестоящих, иже не имут вкусите смерти, донди же видят царствие Божие. Вот эти два зачала связаны между собой одной, по сути дела, мыслью, которая была очень важна в тот момент апостолам, и также важна и нам с вами, минешним, теперешним христианам. А именно, каково наше отношение ко Христу? За кого мы почитаем Христа? Этот вопрос звучит сегодня так же актуально, как он звучал тогда для апостолов. И мы с вами сейчас об этом поговорим, и я расскажу вам о том, что говорят святые цены этот счет. Но для начала, как всегда, мы определимся с географией, с географической точкой. Нам интересно знать, в каком месте проходил этот разговор Господа с учениками. В Евангелии от Луки не сказано, где происходила эта беседа Господа с учениками. Однако беседа эта описана еще у Матфея и у Марка, и там названо место Кейсария Филиппова. Кейсария – это город, названный в честь императора Рима, в честь Кесаря. Поэтому Кейсария у нас была не одна, у нас было точно известно, что по крайней мере две была Кейсария Стратонова у моря, и была Кейсария Филиппова, соответственно, во владениях тетрарха Филиппа, одного из сыновей Ирода Великого, на самом-самом севере Израиля, где уже граница с Ливаном, там же рядом граница с Сирией. Это так называемая Верхняя Галилея. То есть, кто представляет себе карту, или бывал у нас от Галилейского моря, которое мы обычно с вами, помните, посещали, и вокруг него на автобусе объезжали, это еще севернее, еще вот туда выше. В принципе, туристические группы, да и паломнические некоторые отдельно взятые, ездили, конечно же, тоже в Кесарию Филиппову. Сейчас это место называется Баниас, это арабское произношение древнего греческого названия этого места, потому что там именно жили греки, там был храм богу Пану, и отсюда название места Паниас, или Баниас в арабском произношении. Во времена же Христа греки, эллины, язычники, конечно, там тоже жили, но жили они уже вместе с евреями, то есть народом израильским, с теми израильтянами, которые жили вот так вот высоко, на севере страны. И, кстати, из Кесарии Филипповой был родом апостол Фома. Кесарию Филиппову построил, собственно, Филипп, сын Ирода Великого, поэтому она так и называлась, Кесария Филиппова. И, естественно, построил, он благоустроил этот город по римскому образцу, и потому и название было в честь тогдашнего императора. Наши цари иудейские дружили с императорами тогдашними Рима, с одним и вторым, и другим, там они часто менялись, и часто любили строить города в честь них и называть в честь них. Так был, например, город Тиверия в честь императора, Тиверия на берегу Галилейского моря во владениях Ирода Антипы, брата Филиппа. И вот Господь наш беседует, конечно, не в самом городе, об этом уточняет нам уже апостол Лука. Видите, и молился один, да, и с ним были ученики. Молился Господь, конечно, в природе, то есть где-то около Кесарии. Там потрясающие красоты места. Это знаменитый водопад Банес, ручей, который протекает, там горы, уже это ливанские горы, там леса, ежевика, даже растёт всякие деревья необыкновенно красивые, такие уже северные более, да, таких в Иерусалиме нет. Там сохранились, кстати, раскопки древнего храма языческого, в то время, возможно, он даже был и действующим, да, вполне вероятно. И природа такая очень дикая, уединённая, аскетичная, располагающая к серьёзным разговорам и размышлениям. И вот именно там Господь, без посторонних ушей, без толп слушателей, без книжников и фарисеев, беседует с апостолами об очень важной вещи. За кого почитают меня люди? Как я и сказала, этот вопрос актуален и для нас, сегодняшних христиан. Господь не прямо говорит им о себе, Он хочет услышать их мнение. Он хочет, чтобы они сформулировали своё мнение и оторвали его от мнения большинства, от мнения толпы, потому что они уже избранные, им уже открыты тайны Царства Небесного, как Господь это в Евангелии ранее апостолам говорил. Помните, в притче о Сеятеле. И вот, соответственно, здесь мы сталкиваемся с чем? Что толпа, со слов апостолов, почитала Христа как чудотворца, как пророка, как человека, как земного учителя, праведника. Тут они называют имена Ильи пророка, Иоанна предтеча, одного из пророков. То есть они говорят всё-таки о земном человеке. А за кого вы почитаете меня? И вот Пётр, как уста апостолов, как самый такой и смелый, и решительный, и горячий из всех, он говорит, ты Христос Божий. То есть он называет Господа помазанником Божиим, обещанным Мессией. Это очень большая смелость. Он отличает его, он называет его уже не просто человеком. И действительно, решимость Петра здесь по внушению Духа Святаго может только быть. Как Господь и говорит, не плоти и кровь открыли тебе, но Отец мой Небесный. То есть от Бога Пётр эту мысль получает, потому что по человечеству, если бы рядом стояли фарисеи, саддукеи, они бы спросили, на каком основании ты так богохульствуешь, святотатствуешь, ты называешь человека Богом, Сыном Божиим, и не просто Сыном Божиим, как метафора, в смысле, что он праведник, истинный Сын Бога Всевышнего, а что он Христос, помазанник, Мессия. Христос – это Мессия. То есть он сказал, ты Мессия, Сын Божий, по-другому. И что бы Пётр ответил, на каком основании? Да не на каком основании. Вот сердце горит и знает, что это Христос. Вот так бы он, наверное, сказал. Я сердцем знаю, что это он. Нету никаких доказательств у Петра. Никаких объяснений. Чудеса, вы скажете, творил. Да, но Илья Порок тоже творил чудеса, и Иоанн Креститель, возможно, тоже мы об этом просто не знаем из Евангелия. И чудеса творили древние пороки, и из мёртвых воскрешали. Это не является здесь неопроверживым доказательством божественности Господа Христа. Соответственно, у Петра это вдохновение, это озарение, по которому он это говорит. И у других евангелистов мы с вами читаем, да, тоже, что Господь, и также у Луки, что Господь запрещает им говорить об этом и распространять этот слух, пока Христос не воскреснет, и рассказывает им о том, что Он пришёл для страданий. Раз они верят в то, что Он Бог и Спаситель, значит, можно уже открыть им будущее о Нём, чтобы они постепенно к Нему подготавливались и уже осознавали, зачем Он пришёл в этот мир. И вот отсюда, отсюда и наше с вами восприятие, кем мы почитаем Христа сейчас, каких только нет, да и не только сейчас, почему сейчас, да во все времена. Люди читали какие-то там, как один пишет толкователь этого места в Евангелии, люди, прочитавшие полторы книги, как бы, да, они считают, что они уже могут рассуждать о Личности Христа, и говорить нам, что это был философ, или это был революционер, или это был мыслитель, это был праведник, раввин, там, ну, каких только нет вариантов, да, действительно ли мы до глубины души осознаём и почитаем Господа нашим Богом и Спасителем? Это огромная ответственность, это огромное доверие Ему, да, и как продолжение этой мысли Господь уже обращается к более широкому кругу слушателей, возможно, в тот же день, возможно, в другой, и Лука просто сопоставил эти два момента вместе у себя в Евангелии, он говорит, что те, кто хочет идти за мной, должны отвергнуться себе, взять свой крест и идти за мной, то есть если вы веруете, что я не просто праведник, не просто пророк, а я сам Бог ваш, то вы должны принимать всё, что я вам даю, вот это и есть нести свой крест, что такое несение креста, да, это на самом деле терпение с любовью, благодарностью всего, что с нами происходит в жизни, с пониманием, что всё, что с нами происходит, это под любовным присмотром Господа нашего, под его любящим взглядом, его любящим оком, его щедрой рукой нам данное, если даже это горькое и тяжелое, оно дано для исправления, для лечения нашего, как мы с вами знаем, что врач, да, часто прописывает нам тяжелые процедуры, прописывает нам горькие лекарства, и мы терпим их, понимая, что это нас вылечит, да, только от Бога почему-то мы не хотим терпеть, как правило, да, никаких тягот, мы полагаем, что Бог это бюро добрых услуг, который должен нам беспрерывно просто помогать, это очень на самом деле типичные ощущения, я точно так же, как и вы, да, часто очень ловлю себя на том, что мы ждем от Бога исключительно благ, благ, при том земных помощи в наших скорбях, в наших трудностях, в наших недоумениях, в житейских даже делах, да, в наших внутренних состояниях, когда у нас уныние, или депрессии, или страхи, мы ждем поддержки, помощи и так далее, это правильно, но с другой стороны мы не должны забывать, что Бог только знает, что нам полезно, соответственно, временами могут быть и горькие лекарства, и очень горькие моменты, которые нам нужно с большим терпением и доверием к Богу терпеть и понимать, что вот это и есть наш крест, даже наша внешность, даже наши несовершенства физические, несовершенства нашего характера, наш темперамент, это тоже наш крест, неумение делать что-то в этой жизни, предположим, неспособность к чему-то, а способность к чему-то другому, это тоже наш крест, вот все, что мы имеем, это данность, данные Богом, которую мы должны нести через этот мир, отношение к нам других людей, возможно, даже кто-то в жизни сталкивался с неприязненным отношением, что мы христиане, например, и какие-то мирские вещи нам не близки, и даже имея друзей, мы иногда не можем разделить с ним какие-то, с ними какие-то удовольствия или интересы, потому что мы христиане, и у нас другое отношение к вещам, мы и любим этот мир, и не любим этот мир одновременно, и это трудно понять людям неверующим, это тоже наш крест, то есть это очень обширное такое понятие, это определенный взгляд на жизнь, как сказал Феофан Затворник, христианин спаян со своим крестом, где христианин, там и его крест, и поиск благополучного, счастливого, спокойного жития, это не христианский образ мысли и жизни, на самом деле, здесь такой момент, даже понимая, что мы несем крест, и это нужно, мы стараемся под этим крестом как-то пристроиться, чтобы нам полегче было его нести, как, например, вот у кого болела спина, у меня она болела довольно сильно, в юности, в молодости, я знаю, что такое боли в спине, когда ты пытаешься найти положение, да, вот как-то, чтобы ты понимаешь, что оно болит и ничего там не поможет, но нужно как-то справиться с этой болью, приладиться, найти удобное положение и в нем существовать, вот точно так же мы иногда, неся свой крест, конечно, находим минутки отдыха, и находим какой-то, пытаемся как-то пристроиться так, чтобы нам не слишком тяжело было его нести, просим Бога помочь, облегчить нам хоть чуть-чуть или подсказать, как нам его так нести без особых тяжелых страданий, это очень понятно, и, наверное, Господь тоже нас прощает и извиняет за это, но тем не менее, иногда осознать, что да, это все крест, это все, вот я должен терпеть и благодарить, это иногда очень помогает, иногда дает силы, не воспринимать неприятности, которые с тобой происходят, как исключительно наказание от Бога или исключительно какие-то неудачи и что-то со мной не то, что-то со мной неправильно, нужно как-то от этого избавиться, нужно что-то изменить, почему я в жизни такая несчастливая или несчастливая, понять, что не нужно это избавиться и исправить, нужно просто понять, что это крест, который Господь хочет, чтобы ты нес, с благодарностью, с радостью, значит, что-то в тебе он исправляет таким образом, да, вот что-то, значит, в тебе происходит, меняется, ты эти обстоятельства терпишь, и что-то меняется, ну, например, человек нехорош собой, девушка, допустим, да, если она смиренно терпит свою внешность и благодарит Бога за то, какая она есть, то она, может быть, исцеляется от гордости и тщеславия, там, я не знаю, или еще от чего-то, ну, к примеру, да, то есть всегда в этом, есть польза духовная, и вот дальше Господь говорит совсем, как бы глубже еще нас уводит внутрь, он говорит, что кто хочет душу свою спасти, погубит ее, ее, а кто погубит душу свою, тот спасет ее, это очень сложная фраза, часто она вызывает большие недоумения, даже ложные толкования, ну, конечно, здесь говорится о мученической смерти, поскольку крест это орудие казни, казни позорной, унизительной, соответственно, крест это никак не что-то лакированное и красивое, то, что человек несет, крест это действительно унижение, которое человек несет по жизни, смиренно, и, в общем-то, распинается вместе со Христом, терпя унижения, обиды от своих близких и дальних, да, не знаю, от своего государства, от кого угодно, поэтому здесь, конечно, имеется в виду и мученическая смерть, позорная мученическая смерть, казнь мучеников, да, разумеется, но в отношении нас, мы с вами, слава Богу, такой подвиг не призваны Богом, что это за погубить душу свою, да, здесь могут быть разные толкования, но сегодня, наверное, мы сосредоточимся вот на том, который мне сейчас ближе, в моем жизненном периоде, может быть, и вам окажется ближе, дело в том, что это говорится о той интенсивности, с которой мы должны следовать за Христом, исполнять Евангелие, я попытаюсь объяснить вам это через такой забавный момент из творчества взятый, вот когда я еще была маленькой, играла на скрипке, я была маленьким уже исполнителем, музыкантом, выступала на концертах много, и вот у меня был замечательный педагог, и он, когда я не полностью выкладывалась и отдавала себя произведению, он говорил, ты хочешь малой кровью, так не получится, и потом, уже когда я занималась театральным делом, Ирина Львовна Горелик тоже в каких-то этюдах мне говорила, знаешь, такое ощущение, что какая-то часть твоей души не работает, я ее прекрасно понимала с полуслова, потому как, видимо, у меня есть чувство самосохранения, вот, и действительно, особенно если материал трудный, то как-то хочется так себя от лишних волнений, неприятных эмоций как-то отгородить и где-то там наиграть, как актеры говорят, да, но не пропускать это слишком уж сильно через свое сердце, так вот, наверное, это же самое имел в виду здесь Господь, если мы будем пытаться сберечь душу свою от страданий, от скорбей, от слезной молитвы, от глубокого искреннего эмоционального покаяния, от глубокого сопереживания другим людям, от волнений за других людей, горячих, сильных волнений, то есть, короче, если мы не будем следовать Евангелию со всей отдачей, то мы будем как бы щадить свою душу, беречь, оберегать ее, упаковывать ее в теплое одеяльце и, так сказать, баюкать на ручках, да, чтобы она у нас отдыхала, так вот, тогда мы ее погубим, потому что Господь требует от нас очень большого сердца и искренней отдачи евангельскому слову, следовать за Евангелием всем сердцем, чтобы не было какого-то краешка души, которая не работает, и в этом смысле это тоже несение креста, это тоже скорбь, принимать чужие скорби на свое сердце, переживать искренне и горячо за своих родных, искренне и горячо молиться за них, сочувствовать другим людям, не быть равнодушным, это тоже крест. Гораздо легче жить в таком безразличии, отстраненности, и вот, наверное, это сейчас близко мне, моим размышлениям и, наверное, может быть, близко кому-то из вас, и вот Господь даже подчеркивает, как бы усиливает в своем мысли, потому что что будет пользы, если приобретете весь мир, а себя погубите или потеряете, то есть даже если ты в этом мире очень комфортно и мягко проживешь, отстранив себя от Евангелия, от несения креста, от страданий, от скорбей, а дальше что? Какая польза, если ты при этом губишь свою душу? Значит, душа христианина должна работать, должна трудиться, она не может спать, почивать и лениться. Мы должны находиться в духовном труде, духовной борьбе, духовном бдении. И, кстати, у некоторых святых отцов сказано, что борьба со своими страстями, со своими грехами – это тоже несение креста. И тоже для этого требуется очень большая отдача и энергия, и сила, и воля наша. Вот так интересно, вот такой маленький кусочек Евангелия, по сути дела, и столько здесь для нас сказано. Дальше же Господь говорит фразу о том, что «кто постыдится моих словес, того сын человеческий постыдится в веки будущем», то есть во втором пришествии, в Царстве Небесном. Действительно, вот всё, о чём мы сейчас говорили, требует мужества, исповедничества, позиционировать себя как христианин, не подделываться под этот мир. Да, это тоже несение креста, кстати. Но Господь говорит «терпите, потому что если вы постыдитесь моих словес, постараетесь улизнуть с уроков, то и сын человеческий потом постыдится вас». Это очень страшно. Страшно оказаться не учеником Христа. И последняя фраза относится уже к следующему зачалу, о преображении, которое мы будем читать с вами «Даст Бог в следующую среду», о том, что из тех, кто находился в этот момент со Христом, никто не увидит смерти, пока не увидит Царствие Небесного, грядущего в силе. Что это означает? Это уже относится к преображению, поэтому об этом мы с вами уже поговорим в следующую среду. Я надеюсь увидеть вас всех завтра на нашем утреннем кофе. Как обычно, в 8 часов утра по Москве мы встречаемся на моём канале. И мне осталось только пожелать вам хорошего вечера и помощи Божьей во всех ваших делах. Всего самого лучшего! До свидания!